Чемпионат по хоккею с шайбы среди любительских команд городских и сельских поселений Одинцовского района сезона 2016 начался с торжественной церемонии открытия. С приветственным словом выступил председатель комитета по делам молодежи, культуре и спорта администрации Одинцовского района Олег Демченко. Хотелось бы пожелать вам хороших игрок, спортивного запада, хорошего настроения и я хочу сказать следующее, что вы все уже победители первых стендералов в этом году и начинаете соревнования. Я желаю, чтобы они прошли именно в спортивном духе, без каких бы то ни было трений, кроме спортивных. Хороших вам игрок, удачи! С каждым годом популярность этого вида спорта растет. В играх первенства примут участие 18 районных команд, которые разделены по степени подготовки на две группы. В группу А попали команды, состоящие из профессиональных хоккеистов, которые 10 лет не играли в лигах. В группу Б – команды, состоящие из игроков-любителей и воспитанников спортшкол. Наконец-то мы дождались начала нашего первенства. К сожалению, проблемы были с организацией. Погода в этом году подвела. Планировали начать еще в январе месяце. Но, к сожалению, играть для популяризации хоккея на улице. Но, к сожалению, зима мы все видели, какая была. Мы не смогли просто чисто физически это организовать. Вот сейчас все проблемы решены. Мы выходим на лед и начинаем, так сказать, биться за наши призовые места. В матче открытия чемпионата по хоккею с шайбой приняли участие команды из группы Б1 – сборные сельского поселения Никольска и городского поселения Ново-Ивановская. Тактика одна. У нас есть лучший вратак, самый надежный. На него ложится вся защита. А наша задача – забить несколько шайб на одну больше, чем про соперника. Вот и вся тактика. Долго ждали этот чемпионат. Поэтому настраиваемся только на хорошую игру. С первых минут на поле чувствуется напряженность. Каждая команда активно атакует. Но защитники не дают пробить свою оборону и все атаки становятся бесполезными. Однако уже к концу первого периода команде «Старый городок» удается забить шайбу в ворота противника. Во втором периоде команда «Старого городка», воодушевленная успехом, сбивает еще три шайбы в ворота Ново-Ивановского. Но уже на 11-й минуте расслабившаяся оборона «Старого городка» пропускает две шайбы. Счет становится 4-2. В третьем периоде «Ново-Ивановская» уступила еще две шайбы. Игра завершилась поражением «Ново-Ивановского», несмотря на то, что в прошлом году они заняли третье место в любительском чемпионате. По словам всех участников, никто не собирается сдаваться, а идти только вперед, только к победе.